итак ребят всем привет сегодня у нас очередной выход с нами сегодня серёга незаменимый камрад всегда с нами и наверное никогда еще не видели у меня на экране это у нас дмитрий юданов это тот самый тот самый ребята модератор на моего на моих стримах диман здорово всем привет приятно познакомиться серёга первый раз его видел в общем приехали на всю ту же старую деревню пока в принципе погода позволяет по верхам походим ближе к вечеру найдем какой фундамент и ночью пушу фильм также со мной сегодня будет мой камрад вот он мой красавчик чемпион вот он вот он это мой king будет с нами и охранять нас наш покой ну а сейчас освежу вашу память и вспомним то что было в прошлом видео итак ребят находка находку он серёга блять за спиной прятать да не это бутылку берем да смотрите ребят какая красотища такое только можно найти на шурфе ребят серёга тут уже что-то читал заведение искусств ну ёпты заведение искусственных вод фэхэ коза казань бирай казань блин ребят вот только такое можно найти на шурфах ребят и прошу сразу в комментариях написать почем можете оценить такую бутылочку она только что выкопана напишите пожалуйста стоимость такой бутылки просто ребята из любопытства да я думаю варить в суде или щетками сначала химии какой-нибудь да потому что не дай бог от перегрева температура на лопнет печально печалька быть вообще-то за жигулевское пиво видишь там было внутри был столб и дали всего 13 серёга одну подобную бутылочку продал за 13000 пивную и завод да наш гулять а это казань казань класс ладно пусть шурфит посмотрим казанина телегия везли на разбили кинг у нас блин устал ему жарко да кинголь кинг жарко тебе да ничего страшного целый день и завтра будем а бутылочка ребят действительно очень интересно и с очень хорошей историей бутылка с надписью заведение искусственник минеральных вод f грахе в центре старой казани на улице большая проломная расположилась аптека возглавляемые а и а на улице малый проломный и поперечно воскресенской улиц а ныне улица профсоюзной и астрономической в 1855 году была открыта одна из производственных аптек города основателем владельцем который был сын иностранца русский подданный калежский советник фердинанд христофорович граха имел крупнейшую в городе аптеку и завод искусственных минеральных водах низкое качество казанской воды и недостаточная водопроводная система обеспечивали высокий спрос как на минеральную воду так и на различные прохладительные напитки квас лимонад и сида а в летние месяца минеральные воды большом количестве поставляли самые отдаленные приволжские города и южные районы россии ребят решили мы кофе чай попить и вот диман тоже подошел там кричал монетку какую-то он поднял унипал ульми на усилище вообще огонь это хорошо когда сохранный огонь ну хорош хорош девятый геем им хорошую рельефт смотри покуда уходить тоже смотреть какая-то вушечка вообще ценность вообще просто вещь 1 4 копейки серебром 1841 года 1 4 николай вообще классно так чё тут еще у нас вот мы почитали чё тридцать второй что ребят верховые ребята пятьдесят седьмой год вот такая монетка мы периодически ходим то на шурф то по верхам пятьдесят седьмой до этого была двушка 57 сейчас 10 копеек вот такую надо кинку искать да не ешь ты ее нюхай нюхай вот там чё надо 20 копеек царские вместе с вами давайте посмотрим какой год так 1890 20 копеек но она какая-то странный на ощупь две копейки а год 1869 вот такие чистенькие чистенькие без всяких наростов корост и так ребят солнышко садится за горизонт ложится спать но нам спать еще рановато ищем фундамент перспективный и вот знаете серёга щупом уже как бы обладел как ему работать и вы знаете примерно решил здесь вот вот есть немножко взорваны да на метр на полтора штыка тут и ковырнули тут ковырнули тут ковырнули там ковырнули в общем и верховый вот и серёга вот из этой ямки верховой до сервер верховая монетка ребят смотрите ребят серёга пошел отсюда ребят видите видите да итак ребят что мы отыскали и насколько повезло серёге вы увидите в следующем видео выпуске ну а вы пишите в комментарии что же мы нашли надеюсь вы угадаете монета очень редко и дорогая приятного вам просмотра следующей серии вот так ребят солнышко садится за горизонт ложится спать но нам спать еще рановато ищем фундамент перспективный и вот знаете серёга щупом уже как бы обладел как ему работать и вы знаете примерно решил здесь вот да кто-то ковырнули тут ковырнули тут ковырнули там ковырнули в общем и верховый вот и серёга вот из этой ямки верховой до сервер верховая монетка копейки копейки ребят ребят смотрите ребят видите серёга еще не знает пошел отсюда ребят видите видите да пошел отсюда я тебе не отдам сервер ну я тебе хоть посмотреть дать ну ну он вообще охреневший сегодня как будто царская была говорю царская копейка а вот оказывается смотрите какой год ребята 25 охренел серёжа да нет что да ладно сейчас никому не нужны ну да опять пятак сейчас стоит таки ну плюхай искать иди еще иди вот красавчик красавчик молодец это бутылочки добавка сейчас такая машину уберу чтобы не потерять такая монетка сейчас по каталогу стоит пять тысяч рублей вот из этой ямки узнает кто свой шурф ешь твоя налево там ковырнули там там а вот здесь вот была копеечка 25 ребята кусайте локти кусайте а я буду искать 25 двушечку ну что ребята у нас за бортом совсем совсем темно как вы видите снимаю уже три фонари и вот смотрите маленькая так как фонарик то разместить вот так вот вот так это маленькая копеечка год 1900 год вот такая копеечка приятно кинг ходит ему в диковинку еще по ночам под фонарями и все везде кругом шумит шуршит и он реагирует прямо это как сторож как охранник да малыш ладно копаем двоим серёгой втроём вернее с кингом ладно продолжаем и так ребят подошел к серёге у него тут сигнальчик хороший он мне сказал что царская монета вот она лежит вот она красавица ну не настолько красавица конечно здесь затёртый да бишь да серый и здесь 1899 вот такая в принципе приятная кругленькая медная 1800 1899 митина и в африке мить зачетно чемпион сегодняшний чемпион ладно идем ребята здесь вот только что я отснял монетку и мы с серёгой решили посидеть перекурить и вот это вот и вот представляете мне под жопу вот залезла вот такая вот змеюка представляете я когда встал она была вся скрученная я я испугался вот она блядь вы даже не представляете как меня передёргало прямо под моей жопой вот вот смотри два вот вот не видишь что ли 已經 не видит ох как меня передёрнул о оже По ту сторону экрана это не так страшно, но когда вы сидите своей задней точкой на этой твари, да еще глубокой ночью, когда ничего не видно, становится жутко. Ведь в темноте трудно определить, ядовитая змея или безобидно. Давайте немного разберемся и дам небольшой совет, может кому и пригодится. На ваших экранах водяной уш, он безобиден, но в темноте это трудно сказать. При дневном освещении рисунок темных пятен, расположен в шахматном порядке, а вот у ядовитой гадюки рисунок зигзагообразной линии, правда иногда она бывает слабо видна. Слева ядовитая гадюка, а справа безобидная медянка. Давайте посмотрим, как они выглядят в темноте. Вы отличите, кто ядовит, а кто нет. Если змея все же укусила, по возможности необходимо вызвать скорую помощь или доставить укушенного в больницу. В течение 15 минут часто рекомендуют отсасывать яд из ранки. Важно, чтобы на слизистой оболочке при этом не было нарушений кожных покровов, через которые яд может проникнуть в организм. Затем продефинцируйте и туго перемотайте. Необходимо принять противоаллергические препараты, пить как можно больше чистой воды, но ни в коем случае не горячий чай или кофе. Так как расширяются сосуды и повышается давление. Это способствует скорейшему распространению яда по организму. Тем более нельзя принимать алкогольные напитки. Надеюсь, данная информация вам была полезна, так как на копе каждый копатель встречает змеи, но не знает о них совсем ничего. А они бывают опасны. Мой вам совет. Если встретили, лучше потихоньку уйти. Итак, ребята, в темноте кое-как отыскал вот такой маленький крестик. Мужской натильный, целый, с ушком. Вот такой вот. Да, в темноте находки тоже находит. Да, Кенгуль? Серега там что-то рядом копает. Семень, хоть голос выкаль. Итак, ребята, доброе утро. Мы проснулись, наверное, минут 30 назад. Мы как бы разбежались по разным местам. Серега ушел в шурфить именно тот домик, фундамент. Там, где нашел бутылочку. Вот. Но я решил пробежаться, посмотреть. Оказывается, здесь большое количество взорных фундаментов. Там, где я даже и не знал. За моей спиной такой небольшой лесок. И там фундамент достаточно такой, знаете, свеженький. Имеется непосредственно первый венец. И он хорошо взорван. Но я решил посмотреть, попробовать. При помощи щупа прозвонил. И понял то, что там непосредственно еще очень много нетронутого грунта. И я решил, кстати, здесь яблочки. Хорошие, сладкие. Надо будет набрать. В общем, сейчас я возвращаюсь на него. И вам покажу, что можно там пошурфить. И что там интересно у нас получится. А там стопудово интересно получится. Потому что мне такие фундаменты очень нравятся тем, что не надо думать. Там показано. И все рассказано, как надо продолжать работу. Венец есть. Всю засыпку наружу прозванивать виды материка. Так что сейчас я вам покажу, что в этом лесу. Кустики, ребята, вот такие. А фундамент здесь вот такой. Очень зачетный. И вот так вот изрядно пошурфили. Но дом огромный. Вот эту часть потыкали. Даже вот, видите, придется, наверное, убирать все это дело. И там тоже участок нетронутый. Вот. И у меня вот, смотрите, монета. И монета достаточно интересная. Это 5 копеек. 46-й год. Пойдет. А шурфанул всего на всего. Я даже засыпку не выбрасываю за пределы. Потому что, как бы, я решил просто испытать, посмотреть перспективу на этот фундамент. Вот. Ну, Серега прибежал с того фундамента, где я вам говорил, бутылочку нашел. И он, знаете, меня заинтриговал тем, что, он говорит, там засыпка шикарная пошла. И он там по пояс. По пояс, говорит, засыпка пошла. И вот, смотрите, что он нашел. Для начала, 2 копейки. 1910-й год. Сохран, смотрите, бантический. Лучше такой сохран копать, чем вот пятачки такого сохрана ржавые. И вот, что интересно, вот, смотрите. Какая-то хреновина, но она очень интересная. С двух сторон дырочки маленькие. Что за рисунок, ребята? Мы не можем определить, что это вообще нарисовано. Может, кто встречал. Ну, отмоется, видно будет. И она на что-то одевалась. Видите, вот дырочка и вот дырочка. Может быть, а, возможно, северсамодельные дырочки. Ну, она что-то прибивалась. Да, она, вон, окончание, что-то. Самодельная. Я имею в виду, дырки делали. Ну, понятно, самодельная. Отштамповали, видишь, и прибили на что-то. Вот такая планетка. И мы, возможно, сейчас туда рванем. Пока он собирается, за машиной идет, я машину-то свою сюда пригнал. Сейчас он за своей сходит. И мы туда отправимся. Какая-то штутка вот. А я сейчас... Вот от инструмента мы отправлю. Пока буду его ждать. И еще немножко здесь шурфану. И посмотрим, что будет. Ну что, ребят, мне кажется, перспектива есть. Если мы сейчас с серым дернем на тот фундамент, если там будет хреново, я вернусь. Потому что очередная крупная монета. Но, к сожалению, сохранчик удручающий. Это у нас 5 копеек. 40... Ёпты! Год. 45-й. Да? Да, 45-й год. А пятачки 45-й. Дорогие. Не менее тысячи стоит. Правда, сохран удручающий. Охренеть. Вот это, да? А может мне здесь остаться пятачки дергать? Два подряд пятака. Класс. Интересно начало дня. Очень интересно. Класс. Продолжаются рарики падать. Вчера копеечка 25-го у нас выпала у Сереги. А сейчас 5 копеек 45-й. Тоже не менее ценная. Класс. Ну что, ребят. Съездил я на Ашурф, где у нас Серега шурфит. Да, там засыпка появилась, но мне что-то он не понравился. Поковырялся я там, наверное, с полчаса. Немножко подустал. И все-таки подумал, лучше синиться в руках, чем журавы в небе. И вернулся на свой фундамент, где я пятаки поднимал. Здесь, походу, часть кухни была. Вы даже не представляете, сколько алкашки я выкинул. Ох. Ой-ой-ой. Много. И, наконец-то, что-то стоящее выпало. Это у нас 20 копеек, 40-й год. Вот такая двадцаточка. Ну, сохранчик подрой. Медмонниклю, они вообще хорошие монеты. Сплав хороший. Окислы на ней практически все отваливаются во время чистки. Но чистка интересна тем, что тяжело. Краснота на них зачастую остается. И убирать очень тяжело. Видео по чистке и удалению красноты у меня есть. Ладно, продолжаем. Кинг у меня уже устал. Домой хочет. Только сейчас скажу. Кинг домой хочет. Он сразу. Кинг, домой. Опа. Видите, как он сразу очнулся. Ну, так вот. Ладно. Домой поедем чуть позже. Ну, что, ребят. Все-таки кухня немножко дает монеток. Вот еще одна монетка выпала. И это у нас пятак. 5 копеек. А год-то тоже 40-й. 5 копеек 40-го года. Двадцатка была до этого. И пятачок. Вот все из того угла. Ну, пойдет. Пойдет. Третий пятак. Продолжаем. Ну, что, ребята. Вдоль венца иду. До этого я поднимал вот такие вот 10 копеек 36-го. Рельеф высокий. Хорошая такая. Гурт острый. И вот сейчас тоже выпала монета. И это тоже 10 копеек. Но на этот раз 50-й. Ай. Осталось еще потерять. И так они тяжело достаются. В час по чайной ложке. Но эта ложка есть. Не знаю, что там у Сереги. Что интересно он там накопал. Ну, мне просто как-то уютно, комфортно находиться вот в такой вот обстановке, чем на открытом воздухе. Так что, ладно. Работает тут непочатый край. Что еще выскочит, вам покажу. Итак, ребята. Углубляюсь я туда вглубь. Подкапываю все оттуда. Выкапываю. Вот. В принципе, здесь вот уже материк идет. Вот видите, вот поэтому вот я понял, что это материк. И вы знаете, прямо на грани, на материке лежала монета. Какое-то она желтая-желтая. Смотрите, какая. Нифига себе. Ранний. Ранний. Красивый. Такая патина красивая. Ну, и зеленка. 30 какой-то. Вижу уже троечку. Ну, ладно. Монета очередной. Так. Зачетно. Никинг что-то обострил свое внимание. Я ему запретил бегать. Потому что он уже все пробки живет. Все живет. Ладно. Копаем. Итак, ребята. Наверное, я заканчиваю сегодня буду шурф. Сегодня я устал пробки копать. Вы даже не представляете. Фунт советский. Чисто советский. Ни одного здесь царя у меня не вышло. И пробок, ребят. Жесть. Примерно 30 пробок на одну монету. Вот и сейчас тоже 10 копеек год. Сейчас посмотрим. 30... 36-й. В принципе, бодрячок. Вот такая монетка. подрезаю все. И пробок здесь куча. Если вам было бы интересно, я бы вам показал, продемонстрировал, сколько пробок здесь. Я разбрасываю их все за пределы шурфа. пробки. Пробка, 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 пробка. пробка на траве там вообще жесть короче пробок особенно на этом участке здесь была кухня и здесь бухали вообще жесть как пробок море надо было вначале как я начал шурфить пробочки собирать была бы такая здоровая куча наверное ящиков насколько ящиков 10 точно водки бутылочки выпали у меня такие вот две классные две маленькие вообще бутылочки это наверное таблеток а это для микс тоже прикольный все ребята мы устали жуть как устали кинг больше не бегает как странный веник и я буду стал сегодня ночью выспались так называемая ни хрена не спали кинг у меня не очень поспать в машине короче мы не спали а серёга похрапел в общем ребят напоследок хочу вам показать следующее ветер надеюсь не помешает потому что сегодня весь день вечер вот такая вот я не знаю то ли брошь была то ли что она когда я достал она прям на соплях держалась и короче отвалилась это у нас может быть латунь или бронза не знаю вот и по запчастям потом нашел остальные фрагменты не знаю что такое прикольная вещица если у вас есть варианты предложения она в общем как то так это нет то вот этот как-то так вот тоже было или что-то в этом роде не знаю вещь интересная может брошь какая ли заколка но очень была красивая была кстати еще две пуговки советская это не интересно а вот этот более менее интересно тем что тут у нас якорь и якорь в позолоте очень странно потому что я как бы с якорями подымал но в позолоте не было так донышко дулево 57 год вот так вот пятьдесят седьмом году в этом доме еще жили ладно пойдем наверно собираться серёга по верхам уже ходит напоследок сейчас видео отчет сделаю кто чего накопал серёга откопал шикарно идеально но мы так себе съездили отдохнули на природе до king 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 домой поедем готов ребят он готов даже ехать домой до устал блин колючек на себя нахватал ёшкин кот будем расчесываться хорошо что мы клещей от клещей наелись ладно идем на обзор и так ребята буду делать обзор в машине потому что за бортом ветер жуткий давайте с худших находок которые были сегодня это были у меня находки по бутылочкам вот такие две бутылки цветные и одна обычная вот такая цепь очень интересная по монетам советики самое что интересно это пять копеек сорок пятого года к сожалению сороковой год не знаю насколько дорогой но вы об этом уже знаете пятачок 30 или тридцать первый год не знаю чистка покажет пятачок сорок шестого единственная у меня находка сегодня это царская монета 1900 год поднял ночью ну и двадцатка двадцатка сорок девятый двадцатка сороковой 10 копеек 36 10 копеек по моему тоже 36 50 и 10 копеек 5 от 7 двушки и копеечка тридцать седьмого года по шмурдяку получилось как-то вот так вот интересно что две пуговки гирки обломок складня серёга верховой поднял вот менее нужен я такие вещи не бросаю также самый первый сигнал сегодня который был это вот такой значок 1 фаса как видите имеется надпись разница фасаер сожалению с утратами что за значок не знаю голубь что ли нарисован вот это я предполагаю возможно это от шпоры но это просто предложение затем вот так вот колечко девчачьи сердечком ну как то вот так вот ребят самое вкусное давайте самое вкусное серёга меня сделал по шмурдяку у него самый вкусный шмурдяк вот такая вот приятная вещица что это такое сожалению не знаю рисунок и не знает ребят напишите в комментарии не знаю что это такое затем две пуговки орлянки это к сожалению с утратами маленькая пуговка наверное руку тоже орляночка у него даже конинки блин лучше чем мои так давайте продолжим два крестика большой маленький у него сегодня по меди очень хорошо у меня по советам у него по меди по царям одна у него всего на всего советина 46 год из копеек самая первая находка у него 10 копеек серебряные первое серебро ребята первое серебро и вот так вот ребята результат последняя находка 3 копейки 24 года к сожалению он по ему садану я бы сказал даже сильно ладно пойдет копеечка царская сказать не могу могу 15 10 к 2 2 копейки 1910 неплохая тут самая лучшая наверно находка по сохрану 99 год немножко затертый еще одна 1893 что ли не знаю вам виднее будет наверно до 93 ну и вкусняшки ребята давайте вкусняшки двадцатка серебряная вообще зачем но она какая-то странная ребята на ощупь очень странно и вот у нас сегодняшняя бомба копейка двадцать пятый год не знаю как сохран будет хороший нет после чистки но монета вот она отыскалась двадцать пятый год это бомба сегодня и бомба вот это вот это ребята это вообще бомбическая находка бомба почему бомба ребята нас надписями я таких не видел и это стекло стекло она хрупкая вещь не вечно небольшой перепад температура налопается и это же бутылочка дожила до наших лет я надеюсь и дальше она будет жить бутылка вообще вороскал вот такое очень старинная бутылка и она стоит очень хорошим сегодня просто заведение искусственный искусственный мир вот в те года ребята уже занимались коммерцией и торговались торговали водой обычный так что вот за эту находку ребят вот видите она шушится блин и с нее он видите посеребрянка отваливается что это такое ребят чё краска что ли какая или чё интересным он смотрите мне руки посеребрянные такие так что вот так вот ребята откопали неплохо нормально я считаю рустик зря не с нами не поехал к сожалению он приболел а вот илюха зря он поехал кого иметь так что вот так вот илюх могла быть вот эта монета твоей или рустика класс так что на этом все ребята всем пока до новых встреч вон серега пока до новых встреч